Программа выходит при поддержке сети АЗС Движения. Озвученные в передаче цены на топливо действительны на день выхода программы в эфир. ТРАССА 101 Здравствуйте, в эфире большая автомобильная программа ТРАССА 101. Микрофон у Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии вице-президента движения «Нефтепродукт» Рустема Садыкова. Рустем, добрый день. Добрый день. Да, очень давно мы планировали эту встречу поговорить поподробнее, в первую очередь, на тему стоимости автомобильного горючего. Жизнь автомобилистов, водителей, она и так-то у нас в России не очень-то легкая, да, мы привыкли уже к тому, что все цены растут-растут, но ситуация марта этого года, она оказалась для многих аховой. Все прекрасно мы знаем, что повысилась и стоимость запчастей, и обслуживание, и сами автомобили подорожали. И вот, вы знаете, хочется сравнение такое сделать, как луч, луч света в темном царстве – это цены на бензин, на ЗС-движение. Буквально в начале марта вы начали снижать цену. Я слежу за новостями, в частности, РБК издание написало о том, что это связано с оптовыми ценами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Еще в начале марта журналисты говорили о том, что в первую очередь снижение оптовых цен скажется на независимых заправках, за счет чего, да, поподробнее поговорим, все-таки удалось снизить цену. 49 рублей в настоящее время стоит 95-й, вот буквально я в выходные заправлялся. 46, 92-й, 55-й, дизель. Да, да, да. Я был в Мурашах в эти выходные и проехал сначала ОЗС-движение, заметил, что там даже небольшая очередь есть, люди закупаются, потому что в Мурашах есть еще заправка Лукойл, там снижения не произошло, соответственно, спрос и внимание к движению сейчас намного больше. Да, да, мы уже вышли на летние показатели по продажам, понятно, что при сохранении текущей тенденции летом показатели эти еще вырастут, я так понимаю, будут рекордные по суточной прокачке. Сезонный спрос, да? Да, сезонный спрос. Как обычно. Да, сезон-то еще не начался как таковой, но тем не менее продажи, они впечатляют. Значит, что касательно снижения цен розничных на заправках, конечно, они обусловлены снижением закупочных цен, в первую очередь на бирже в Санкт-Петербурге. Из-за чего это произошло? С началом специальной военной операции возникли проблемы с экспортом нефтепродуктов, и, соответственно, этот продукт пошел на внутренний рынок. В первые дни был такой шок, цена достаточно серьезно просела, но через некоторое время, через неделю буквально она подросла, и сейчас рынок находится в таком волатильном состоянии, то есть то вверх, то вниз, и рынок пытается найти, скажем так, опору, как говорят биржевики, выйти в боковик. Но пока этого боковика нет, на сегодняшний день, вот сейчас конкретно дизельное топливо стало, оно стоит на уровне 51 тысячи рублей за тонну, а бензин постепенно снижается. Ну, дизельное топливо, понятно, сейчас грядет, посевнает, сельское хозяйство – один из основных потребителей этого продукта, соответственно, спрос на него будет. По бензинам здесь ситуация такая, что сейчас еще не начался активно спрос розничный, и поэтому, как только выйдут все, погода позволит активно ездить по стране, путешествовать, спрос вернется в свое нормальное русло, и цена на него тоже пойдет вверх. Вопрос только в том, до каких значений, здесь прогнозировать достаточно сложно. Наивный вопрос, возможно ли еще снижение до более еще таких радостных цифр? Все возможно, но я говорю, на сегодняшний день сложно что-то прогнозировать. Почему? Потому что если будут найдены пути решения, скажем так, как убрать излишки ГСМ, которые производятся с рынка, то есть перенаправить их на другие рынки, либо найти возможность их закладывать куда-то для последующей продажи, то, соответственно, рынок на это отреагирует и, возможно, перейдет к росту. Еще более дешевый. Да, либо к росту, либо к снижению. Вопрос только в том, насколько сейчас оперативно будет решен вопрос именно с излишками. Но тенденция, скажем так, апреля говорит о том, что Роснефть уже опубликовала свои биржевые планы на апрель, и она увеличила объемы продаж именно в Дальневосточном федеральном округе, хотя там рынок всегда был дефицитный, то есть, соответственно, значит... Проблемы с логистикой, с доставкой. Да, это говорит о том, что у нее есть проблемы с экспортами, и, соответственно, она объемы продажи на внутреннем рынке, именно на Дальневосточном рынке, она увеличивает. Значит, пока апрель, скажем так, будет в том же самом тренде, то есть где-то колебаться около текущих значений. А тут прямая взаимосвязь между снижением, размером снижения в опте и в рознице, ну, например, на бирже упали на 20-30%, соответствующее снижение, оно и в розницу? Это или нет? Есть обязательно временной лаг, есть обязательно временной лаг. Если вы покупаете, вернее, мы сейчас в любом случае работаем только через Санкт-Петербургскую биржу, то есть, в соответствии с контрактом, отгрузка идет на 30-й день. То есть, купив в феврале, я этот продукт получаю в марте. Соответственно, у меня уже есть лаг временной, что это влияет на мое ценообразование. Все, что я куплю в марте уже по нижней цене, это придет ко мне в апреле. Соответственно, я в любом случае... Всегда нужно учитывать. Да, поэтому в любом случае есть временной лаг по снижению цены. И если есть тенденция, да, идет первое снижение для того, чтобы увеличивать прокачку. Если тенденция-то сохранится и она еще более усугубится, естественно, можно ожидать еще более серьезного снижения розничной цены. То есть, лаг в месяц – это минимум, через который происходит снижение цены. Как ведет вообще себя в этой ситуации, в условиях снижения оптовых цен, сети ЗС-движения? Вы предпочли какие-то большие партии приобрести топливо, сделать запасы вот по этим низким ценам? Или тоже здесь очень много факторов? Ну, смотрите, здесь сейчас несколько факторов влияет. Во-первых, нужно понимать и четко прочувствовать, куда двинется рынок. Потому что сегодня закупать очень много впрок тоже достаточно, скажем так, накладно. Почему? Потому что... Потому что цены опять могут снизиться еще больше. Сейчас кредитование достаточно высокое. То есть, сейчас ставки там от 25% и выше. То есть, условно говоря, если мы в январе кредитовались там 10-11% годовых, то сейчас 25, да. То есть, соответственно... Просто ключевые ставки, да? Да, да, да. Все произошло. То есть, соответственно, ее нужно учитывать, что я заплатил на биржу, через месяц я получаю, еще у меня месяц идет перевалка, продажа. То есть, условно говоря, деньги на полтора-два месяца замораживаются. Вот такой отложенный какой-то. Да, соответственно, я должен заложить это все в цену. И исходя из текущей ставки, конечно, это существенно. Но необходимо понимать, что нужно делать соотношение стоимости кредитования и стоимости ГСМ. То есть, какую ты имеешь при этом маржу. Поэтому это, кстати, один из факторов тоже, почему сейчас достаточно низкие продажи на бирже. Потому что достаточно многим компаниям банки отказали в открытии или продолжении кредитных линий. Ввиду того, что банки не хотят рисковать. И, соответственно, многим торговым компаниям они закрыли торговое финансирование. Плюс винки сейчас напрямую выходят на промышленных потребителей. Раньше эта прерогатива была на трейдерах. То есть, трейдеры выходили, закупали, выходили, вернее, на тендеры, на промышленные предприятия. Выигрывали дальше. Они уже закупали нефтепродукты на бирже. Сейчас на март, на апрель винки самостоятельно выходят и участвуют в тендерах на поставку дизельного топлива промышленным предприятиям. То есть, это тоже показывает о том, что винки заинтересованы сейчас работе напрямую, минуя посредников. То есть, для них сейчас любая возможность продать, любой рынок внутренний, любой внутренний потребитель, он для них интересен. Вот. Что еще здесь может повлиять на цену? Ну, наверное, только объем предложений. Вот, наверное, все. То есть, это такой еще один важный момент. Объем предложений, да, мы говорили до начала программы. В новостях это была информация о том, что и белорусские нефтеперерабатывающие заводы сейчас ориентированы на российский рынок. Да, да, да. Маска наполняется еще больше. Да, для белорусских НПЗ основной рынок сбыта, это была Украина. Сейчас этот рынок закрыт. Литва, Латвия давно уже отказались от работы с белорусскими НПЗ. И поэтому, да, этот продукт появляется, но он в основном закрывает потребности центрального региона России. Российского. Да, российского, да. То есть, именно там, сюда он не проходит уже по цене. А как вообще происходит этот процесс оптовых закупок? Вкратце хотя бы. Ну, интересно же все равно. Значит, есть... Это все происходит онлайн, да? Да, да. Если не ошибаюсь. То есть, есть Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, мы там зарегистрированы как участник, у нас есть зарегистрированы рабочие места, именно как рабочий кабинет. И основная торговая сессия длится ежедневно с 11 до часу дня. Вот эти два часа идет основная торговая сессия, после которой идет еще дополнительная торговая сессия, в которой уже сами винки между собой могут приобретать дополнительные объемы ГСМ друг у друга. Соответственно, мы заводим свои заявки, то, что мы хотим купить, каждый лот это 60-65 тонн, в зависимости от базиса поставки. То есть, 65 тонн это по дизелю, 60 тонн по бензинам, это такое среднее значение. Вот, и мы смотрим, на каких базисах. Базисы в данном случае это конкретно франко-станция отправления нефтеперывающих заводов. Мы смотрим, на каких базисах, с учетом же до тарифа, цена получается дешевле при доставке на станцию Чепецкая, Горьковская железная дорога. Это наша основная станция. Вот, и, соответственно, исходя из тенденции, либо понимания, что сегодня рынок будет падать, мы, скажем так... Но это тоже целая наука, видимо, да. Мы принимаем, допустим, сегодня тактику ожидания, ждем до последнего, уже покупаем на последних минутах. Если мы понимаем, что тенденция идет уже к росту, и каждый день рынок будет расти, мы уже пытаемся откупиться сразу в самом начале биржи с тем, чтобы не попасть на более высокую цену к концу торгов. Тем более, что, когда идет резкий рост, то торги могут закончиться уже через полчаса, через час, и продукта просто нет уже. А закупки прямо в ежедневном режиме, да, происходят? Да, мы каждый день закупаем. Каждый день закупаем. В настоящее время хранилища сети АЗС вашей, они полностью заполнены? Нет, они не полностью заполнены. Мы сейчас в марте, в начале марта активно подраспродались, при этом закупки не производили. Для чего? Для того, чтобы избавиться от тех запасов, которые мы сделали ранее. Сейчас, естественно, идет обновление продукта, и как по цене, в первую очередь по цене. Поэтому мы пошли на снижение цены с тем, чтобы этот процесс активизировать. Откуда сейчас вообще бензин? Я знаю, многие водители часто интересуются. Откуда он к нам привозится? Что за нефтеперерабатывающие заводы? У нас несколько базисов поставки. Основные – это завод Татнефти, Нижнекамский, Танека. Самый последний завод, кстати, который был построен уже в современной России. Мы также закупаем и на Пермском НПЗ, закупаем на Уфе иногда, когда цена бывает интересная. А также Салаватский завод. В свое время иногда бывает, что проходит даже Сургутский завод, но это крайне редко бывает. Сейчас он, в основном, работает на Западную, на Восточную Сибирь. Основные я вам перечислил. То есть это Пермь, Нижнекамск, Уфа и Салават. Просто помету я о том, что белорусы начали поставлять бензин к нам. Он к нам не проходит по логистике. Он по логистике к нам не проходит из-за того, что достаточно длинное транспортное плечо, соответственно, тариф тоже. А его качество белорусского бензина? Да, хорошее, оно отлично. Соответственно, принято нормам. Да, когда они только-только выходили на рынок, было буквально там, наверное, около месяца, когда их продукт проходил. Это было года 4 или 5 назад. Мы, да, покупали, продукт приходил. На погранпереходе из Лынка продукт покупается. И с учетом тарифа, да, он был интересный. Продукт отличного качества. В связи с тем, что цены сейчас на АЗС движение снизились, почувствовали ли вы какое-то увеличение спроса на автомобильное горючее? Может быть, по аналогии с продуктами питания кто-то начал запасаться в прок, но сам приехал, привел друга, знакомого, родственника, тот еще там наполнил все имеющиеся... Продукт в прок здесь, конечно, это дело личное каждого водителя, у кого есть возможности, есть, скажем так, место, где хранить бензин и так далее. Тем более, при правильном хранении, при правильных условиях он достаточно долго будет храниться. Советская фишка, да, его начали. Ну, понятно, у нас сейчас в марте мы вышли на прокачку суточную, июньскую, конца мая, примерно вот так. При том, что сезон еще не открылся. Ну да, то есть все-таки есть, идет речь о том, что да. Судя по тому, что я там, например, видел, небольшая очередь все-таки была, люди предпочитают ехать. Существенное увеличение прокачки через АЗС. Это тоже каким-то образом может сказаться на цене? Ну, естественно. Больше покупают, значит... Ну, естественно, да, издержки переменные, вернее, на постоянные они будут снижаться, переменные могут расти, но не в той пропорции, как обычно растут. Понятно, что любая прокачка, она будет снижать определенным образом издержки на литр проданного топлива. Вот, поэтому мы пока этот темп взяли, дальше следим за ситуацией, что будет происходить в апреле. Нефтеперерабатывающие заводы, я знаю, бывает эта ситуация у нас в стране, когда они начинают реконструкцию, да, и вот тогда могут возникать какие-то проблемы. В этом году именно этот фактор, он сможет сыграть какую-то существенную роль? Да, в этом году... По-моему, я читал, что есть там плановая работа, да? Да-да, есть идея, что для того, чтобы снизить объем предложения, массово выйти на ремонт именно вот сейчас, этой весной, начиная там с апреля, с мая. Но пока еще актуальных планов ремонтов мы не получали, поэтому трудно сказать, что будет происходить. Но такие мысли, да, были у Винков. Кстати, мысль тут у меня возникла, тоже на основе прочитанных последних новостей, в связи с тем, что у нас серьезная проблема с поставкой некоторых комплектующих для автомобильной промышленности. Сейчас ведется вполне такие серьезные разговоры о том, чтобы снижать экологический класс у выпускаемых автомобилей. А у нас сейчас Европять, да, ведь? Да, Европять. Европять, да. Может быть, ну, это предположение строя, может быть, и НПЗ тоже будут снижать. Ну, возможно. Возможно, это... В качестве размышлений таких, да. Вопрос уже государственной политики. Я к тому, что зачем автомобилю, который Евро-3, зачем ему топливо Евро-5? Или, не знаю, может, я неправильно мыслю. Здесь вопрос только, как Винки, то есть, что у них с производством, как у них технология, как, скажем так, импортные катализаторы, которые участвуют в производстве высокооктановых компонентов во вторичных... Во вторичной переработке, когда алкиллад вырабатывают и так далее. То есть, вот это наличие производных, их поставка, что происходит, этой информацией я не владею, поэтому здесь всё будет зависеть только уже... Здесь об этом можно говорить, только имея полную картину. Полную картину. В общем, резюмируя ситуацию с ценами на топливо, ну, да, вот как вы сказали, что пока надо какую-то точку опоры найти, да, много ещё каких-то неопределённостей. Да, вы много лет занимаетесь, безусловно, этим делом, этим бизнесом. Вы понимаете, какие факторы играют роль, от чего это зависит, но элемент какой-то неожиданности, он всё равно остаётся, да, сейчас? Ну, чёрных лебедей никто не отменял. Трудно предсказать. У вас же наверняка целый аналитический отдел, который следит и отслеживает эти цены, и как вы делаете вообще прогнозы? Подскочит оптовая стоимость, не подскочит она? Ну, мы общаемся с агентствами, которые присутствуют на рынке, мы всегда с ними в контакте и, скажем так, читаем аналитику, получаем её в ежедневном формате, отчёты биржи, потому что для нас есть несколько критериев, по которым можно понимать, куда двинется рынок. Во-первых, это объём предложения, один из таких важных составляющих. Количество лотов, да, этих выставленных? Да, то есть, условно говоря, там ежедневно должно продаваться 40 тысяч тонн высококтановых бензинов. То есть, это, скажем так, нормальный объём, который позволяет закрывать потребности, суточные потребности России именно в бензинах. И смотрим, сколько продаётся. Дальше мы смотрим по заводам, где начинается какая-то тенденция по снижению. Допустим, условно говоря, там одна из нефтяных компаний начинает каждый день снижать свои объёмы продаж. Сегодня на 500 тонн, на следующий день на 500 тонн. Всё, сокращается, 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 да. Да, соответственно, возникает вопрос о том, что будет возникать локальный дефицит именно при этом базисе. Значит, люди пойдут покупать, раз они здесь не докупили, они пойдут покупать на соседние базисы. Пускай будет дороже, но они будут покупать. Это будет стимулировать рост цены. Вторая ситуация – это, естественно, планы по ремонту. Соответственно, мы всегда отслеживаем, какие близлежащие заводы, откуда мы обычно покупаем нефтепродукты, когда выходят в ремонт. Это одна ситуация. А ремонт – это вообще полное на время, полная приостановка? Да, допустим, завод останавливает полностью производство бензинов. То есть он дизель выпускает, но бензин он полностью прекращает. И, как правило, это достаточно длительные остановки. Бывает и на 3, и на 4, если там вообще капитальные ремонты на полгода. То есть в прошлом году, допустим, или позапрошлым сейчас Астраханский ГПЗ он простоял полгода просто. И, соответственно, Южный регион испытывал дефицит нефтепродуктов. Вот. Что еще? Один из таких важных показателей – это видеть, сколько происходит сделок среди винков. Во вторую сессию, допустим, сессию так называемую. То есть когда у винков начинается дефицит, и им самим не хватает ГСМ, они друг у друга начинают перекупать топливо. И вот если объемы начинают расти, есть понимание, что значит не все есть хорошо. То есть они либо что-то отправляют на экспорт, а на внутреннем рынке докупают друг у друга, чтобы закрыть свои внутренние потребности и снабжать свои АЗС. Иногда бывает форс-мажор, авария на заводе. Вот это форс-мажор. У нас даже был такой случай, когда произошла авария на Сургутском заводе. Да, у нас там больше 1000 тонн 92-го должно было грузиться. И, соответственно, мы были вынуждены расторгнуть контракты и докупать их на других заводах. То есть тогда тоже локально цены выросли на бензин. И вопрос экспортной цены. Потому что в любом случае все винки, скажем так, в той ситуации, которая была до, они ориентировались на экспорт. И, соответственно, с учетом механизмов, которые государство создало для защиты внутреннего рынка через демпфер, всегда считается цена, скажем так, равновесная. То есть винки должны получать доходность как на экспорте, так же на внутреннем рынке. Но с учетом еще доплаты от государства в виде демпфер. То есть здесь много нюансов, за которые нужно следить. В целом ситуация уникальная, да? Я не знаю, какие примеры, какие можно привести, было ли вообще такое в истории. Общаетесь с коллегами из других регионов, независимыми заправщиками. В целом, как люди позитивно относятся к тому, что сейчас происходит? Ну, конечно, позитивно, потому что это... Можно сказать, что это выгодное такое вот время именно для независимых ЭЗС, которые из года в год у нас трубят о том, что в связи с такими условиями сложными мы испытываем трудности большие и так далее. Можно это расценивать как, ну, действительно, может быть, какой-то точку отчета для улучшения ситуации вообще в целом? Глоток свежего воздуха. Глоток свежего воздуха, да, по сути. Когда вы действительно оказались в конкурентном преимуществе, да, по сравнению с сетевыми организациями. Но в целом, коллегии нормально? Коллегии, конечно, нормально относятся к этому вопросу. И только в том, что были уже инициативы депутатов Госдумы некоторых о том, чтобы начать регулировать розничные цены. Какие-то элементы гострегулирования. Да-да-да, но в любом случае, если уж, вот скажем так, сейчас не надо ничего меньше, потому что любое регулирование цен, оно сразу нарушает баланс. И это влечет, имеет различные варианты дальнейшего развития. То есть как и в сторону ухудшения ситуации для независимых, либо вообще резкому росту цены, нехватки, вернее, нефтепродуктов. Вот, поэтому, если уж регулировать розницу, тогда давайте, ребята, и будем решать вопрос с биржевой ценой. Не будем забывать и об этом. Ну, слушайте, на 49 рублей 95-й, 46 рублей 92-й мы по ценам откатились года на два, на три, наверное, да? Два года. Два года назад мы наблюдали последний раз такие цены. Рустам Садыков, вице-президент движения «Нефтепродукты». Мы продолжаем нашу беседу. Давайте сейчас поговорим о той компании, о той акции, новая система, система быстрых платежей. Реализация была в прошлом году, да, начата? Да, в прошлом году. Да, осенью прошлого года. Давайте напомним, многие уже автовладельцы, водители в курсе, что это значит. Но давайте еще раз так поподробнее поговорим, в чем выгода для конкретных водителей, почему вы решили переформатировать всю эту систему. Ну, естественно, это все связано с тем, что мы независимая розница. И, естественно, для нас любые издержки – это возможность, необходимость работы с ними, с издержками, да? Одними из таких высоких издержек для нас является стоимость экваринга. Дело в том, что доля безналичных расчетов каждый год увеличивается. По итогам 2021 года она перешагнула рубеж 50%. То есть у нас за прошлый год доля безналичных платежей была уже больше, чем наличные. По некоторым станциям 60 на 40. Люди просто карточками рассчитываются, системами в мобильных телефонах. Это нормальный тренд, это будет входить в жизнь. Все, что удобно, оно и будет пользоваться спросом. Естественно, сумма экваринга, сумма комиссии за экваринг для нас с каждым годом растет. На сегодня она составляет порядка 1,6%. И, естественно, для нас критически важно решить вопрос с ее снижением. Но понимаем, что не все зависит от банков. И поэтому то, что было придумано Центробанком в виде системы быстрых платежей, где комиссия, тариф составляет всего 0,4%, то есть в 4 раза дешевле. Естественно, мы за это уцепились и провели переговоры как и с банком, так и с нашим IT-оператором, с кем у нас заключен контракт на предоставление. То есть оценить свои, да, возможности, техническую готовность. Да, нам необходимо было решить вопрос интеграции в нашу систему, данной платежной системы. Эту интеграцию мы закончили в конце лета прошлого года, тестировали ее. И в октябре прошлого года ее запустили. Соответственно, для того, чтобы привлечь внимание, и это было выгодно для наших клиентов, мы предложили такой вариант, что при оплате по системе быстрых платежей увеличен размер бонусов, который начисляется на бонусную карту. На карту лояльности. Да, на карту лояльности. Место рубля – это полтора рубля, которые можно потратить как и на топливо, так и на сопутствующие товары, то есть оплатой. Вот на сегодняшний день анализ показывает, что прирост есть. Каждый месяц этот прирост увеличивается. И для нас, скажем так, задача стоит, чтобы к концу года выйти на 15%, чтобы доля платежей по системе быстрых платежей к концу года составляла порядка 15%. Это будут очень хорошие показатели, хорошие цифры. Ну, конечно, нам подарок в этом году с учетом той ситуации экономической, которая есть, делает Центробанк. С 18 апреля по 31 августа снижена стоимость экваринга до 1%. Уже решение принято. Да, уже решение принято. Это все будет в автоматическом режиме запущено. Это сделано для определенных жизненно важных отраслей экономики, куда входит в том числе и реализация моторного топлива в розницу. Поэтому здесь у нас тоже будет определенным образом экономия. Ну, конечно, за это спасибо, потому что для нас это счетная поддержка. Давайте напомним конкретному автовладельцу, как воспользоваться этой системой. Он приезжает на заправку. Что требуется от него? Для него необходимо сканировать QR-код, который наша система сгенерировала, и перейти по ссылке и оплатить. Для того, чтобы это было еще быстрее, необходимо просто в своем мобильном приложении настроить систему быстрых платежей. Тогда платеж будет происходить вообще еще быстрее. А, то есть это никаких дополнительных временных затрат не вызывает? Нет. Все так же быстро. Да, все так же быстро. С использованием мобильного телефона. Сказали вы, да, увеличилось, собственно, количество этих неналичных платежей. Система эта носит пока временный характер? Система быстрых платежей? Да, быстрых платежей. Нет, мы ее хотим на постоянную. На постоянную. Да, конечно, на постоянную. Да, если она есть, она будет развиваться, я считаю. Я думаю, дополнительные сервисы появятся, поэтому мы будем играть в долгу. Карты лояльности, напомните еще, как можно получить на ЗС движение. А сейчас все очень просто. Скачивайте наше приложение. Возрастное ограничение приложения 3+. Генерируете бонусную карту виртуально, и все, больше ничего не надо. А, ну как и сейчас многие продавцы перешли не только на физический носитель, но и в виде приложения. Да, можно вообще, даже если у вас, мы даже такую функцию сделали, у кого телефон старый, у кого нет возможности скачать приложение на мобиль, то есть это не смартфон. Не смартфон. Можно зарегистрироваться по номеру телефона на любой станции. Отлично. На любой станции можно зарегистрироваться. И таким же образом можно по номеру телефона зачислять, либо списывать бонус. Мы сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, буквально минуты-полторы, и мы продолжим наш разговор с Рустамом Садыковым. Продолжаем наш разговор с Рустамом Садыковым, вице-президентом движения «Нефтепродукт». Давайте сейчас в оставшиеся 10 с небольшим минут сосредоточимся на планах, которые вынашивались, не знаю, на протяжении, возможно, долгого уже времени. Все-таки солидная компания, она имеет и долгосрочные планы в том числе. Реконструкции, ремонт, какие-то дополнения на АЗС, которые существуют на территории Кировской области, не только на территории Кировской области. Да, в этом году у нас по плану полная реконструкция двух станций, станция «Шабалино» и станция «Фаленках». Полностью станции будут реконструированы, новый дизайн, внутреннее наполнение. Отделка, наполнение. Да, да, если кто уже знаком, то это станции аналогичные будут. АЗС номер 6, это Черки, Советский тракт, либо АЗС номер 90 в Котельниче, деревня Спицыны. Будут сделаны по аналогичному проекту. Будут полностью новые установлены операторные. Откуда вообще проект берется, АЗС современный, соответствующий всем требованиям? Ну, для этого мы работаем с теми архитектурными бюро, которые занимаются непосредственно станциями. То есть профессионалы занимаются этим направлением. Да, да, да. Вот эти последние, скажем так, вот этот последний проект, который мы реализуем, мы работали вместе с компанией «Ладенбау», это архитектурное бюро из Санкт-Петербурга. Они сейчас как раз активно работают с крупной такой сетью независимой, которая находится в Москве. Наверное, многие ее слышали, «Нефть-магистраль». Вот, кстати, «Нефть-магистраль» в прошлом году совместно с «Ладенбау» запустили самую большую станцию вообще в Москве и в России. Ее площадь, по-моему, там 300 или 400 квадратных метров. Там огромная, она находится на очень проходимом месте. Они сделали там просто очень огромную зону кафе. А, вот как интересно это написано. Со своей кухней, где они занимаются и готовкой. Но они этой станцией закрывают еще и потребности других своих станций. То есть они там делают готовку и уже развозку. То есть то место, куда не обязательно ты приехал на машине, а ты можешь прямо просто... Да, да. Это такой супер-ярпийский фон. Ты можешь туда специально для того, чтобы с семьей посидеть с друзьями. Да, совершенно верно. Здорово. Ну, так или иначе, все эти тенденции, они, видимо, из других стран идут, да? Естественно, да. Да, да, все оттуда. Мы перенимаем опыт по большому счету. Да. Так. Нечто подобное будет реализовано у нас однажды? А будет, да. У нас есть в проектах одна станция и есть уже, скажем так, территориальная, возможно, я имею в виду площадь земельного участка позволяет. Ну да, безусловно. Да, есть такая станция. Пока не буду говорить, о какой идет речь, но она находится здесь, рядом с Кировом. И именно тоже в таком проходимом месте ее мы будем как раз реконструировать именно в таком же ключе. То есть люди могут приезжать, посидеть и не обязательно там заправляться. Ну, я верно понимаю, здесь, собственно, мысль-то, ну, если простым языком выражаться, то как можно больше услуг сосредоточить, сконцентрировать вот под одной ключей. Совершенно верно. Потому что на сегодняшний день я как бы исхожу из того, что рано или поздно маржа по нефтепродуктам будет снижаться. То есть мы все равно придем к тому, что как это в Европе, когда они за один цент скидки, клиентами, за один цент скидки он борется, и у них нефтяные компании, розничные имеются в виду, дают скидки там не целыми, там, 1%, 2%, а у них идет там в десятых и в сотых долях процента скидка. То есть вот в таком ключе. И это порядок 1-2% из градусов, там, 1,547% скидка. Вот. Поэтому, естественно, это рано или поздно нас тоже будет ждать. И нам необходимо подготовиться к тому, чтобы основную прибыль мы получали именно с опущущих услуг, товаров и так далее. Ну вот в последнее время ведется активный разговор о том, чтобы вернуть на АЗС в том числе и слабоалкогольные напитки. Да, это обсуждается. Минздрав категорически против выпуска выступает, потому что он считает, что это напрямую связано с пьяным вождением. Минфин, по-моему, да, продвигает эту тему в том числе, что, мол, давайте все-таки мы дадим эту возможность. Минэкономразвитие, да. Ну, да, потому что в любом случае статистику уже посмотрели. И после того, когда запретили на продажу на станциях алкоголя, то при этом статистика никоим образом не улучшилась. Поэтому статистика, она говорит о том, что ответственные водители, они, естественно, никогда не сядут за руль. Да, а вы вообще проводите как-то исследование своих клиентов? Ну, сеть АЗС, она не только в Кировской области, но и в соседних областях у нас. Что бы людям хотелось еще приобретать на АЗС? Вот, по-моему, на всероссийском уровне проводятся такие опросы, там про лекарства спрашивали, еще про что-то. Изучается? Да, да. У нас есть подобное исследование, мы их проводим совместно здесь и с местными агентствами. Вот, и сейчас что востребовано? Востребованы мойки, мойки. Да, лекарства тоже небольшой процент. Вот, но для того, чтобы сейчас лекарствами заниматься, необходимо получить лицензию и, соответственно, определенные требования выполнить по... То есть, условно говоря, пока это вопрос такой достаточно высокой цены для входа, да, и если ассортимент будет расширен, то там можно этот вопрос обсуждать. Вот, мы еще как вариант рассматриваем услуги для дальнобойщиков с тем, чтобы они на трассе... На челек? Нет, чтобы на трассе они могли пройти медосмотр. А! Это очень существенно сейчас, очень необходимо для них. Почему? Потому что изменения в прошлом году, по-моему, вышли о том, что сейчас все дальнобойщики, ну, как скажем так, водители большегрузных автомобилей, в том числе и частные лица, кто как ИП выступает, они обязаны обязательно проходить медосмотры. У них... Соблюдать режим трудоотбыха, строго определенное количество часов находиться. В путевом листе должен быть обязательно корешок о том, что медосмотр пройден. Мы у себя установили два года назад уже систему дистанционного медосмотра, наши водители проходят ее, мы ее протестировали, успешно работает. И сейчас ищем партнера, с кем мы можем это реализовать, потому что у нас есть пул станций трассовых, где очень достаточно много бывает именно заправок большегрузного транспорта. И там как раз эти станции установить с тем, чтобы водители могли возможность пройти медосмотр. То есть, ну, условно говоря, там это будет либо символическая стоимость, либо при заправке от таких-то литров для водителя это будет бесплатно. А, бесплатно предоставляется даже такая услуга. Что касается парка автомобилей и бензовозов, которым обладает движение нефтепродукт, запчасти подскочили, сама техника подскочила. Что в цене какие-то, возможно, тревожности на сей счет сейчас есть? Ну, у нас тревожности нет. Мы беседовали уже, встречались с руководством нашей транспортной компании, заверили, что все нормально, все хорошо. Сколько сейчас парк бензовозов? 30 штук. 30 штук. Да, 30 штук. Вот, поэтому никаких проблем не будет. Возить есть над чем. Да, запчасти выросли, но, значит, нужно просто более бережно относиться к технике. Бережно относиться, аналоги искать, какие-то выходы искать. Но, да, техника, она с точки зрения безопасности, ее нужно, конечно, поддерживать в очень высоком техническом состоянии, поэтому экономить, наверное, на этом нельзя. Тем более импортная. Да, экономить ни в коем случае на этом нельзя. Зарядка для электрокаров. Она работает у нас в Киеве, да? Да, она работает. На Ленина 196. Да, успешно работает. Мы снимаем ежемесячно статистику. Мы сейчас ее и собираем, обрабатываем с тем, чтобы понять, какие, скажем так, розетки больше используются при зарядке. И вместе с тем мы все-таки ждем изменений и приведения стандарта зарядки к единому формату. То есть, помните, да, как с мобильными телефонами, у каждого телефона был свой разъемчик. Соответственно, я считаю, что в этом плане автопроизводители тоже должны прийти уже к какому-то знаменателю. Понятно сейчас, в той ситуации, в которой сейчас мы находимся, непонятно, как будут осуществляться поставки электромобилей. Но, тем не менее... Но правительство у нас говорит о том, что якобы первый серийный отечественный электромобиль, он должен начать вот-вот уже выпускаться. Ну, вот если вопрос будет решен с точки зрения унификации, то, естественно, мы с оптимизмом смотрим в будущее, и мы планируем еще на некоторых станциях, трассовых, в первую очередь, установить зарядные станции. Вот, поэтому пока мы в таком тестовом режиме просто наблюдаем, следим за развитием ситуации. Ну, наш город, он хоть и такой не центральный, да, не густонаселенный по сравнению с нашими соседями, там, с Нижним, с Казанью, но так или иначе на улицах нашего города периодически можно встретить. Да, она скоро появится на приложении Яндекс.Заправки, заявка подана, то есть ее обработают, интегрируют, соответственно, она будет там тоже видна. То есть для того, чтобы, может, кто-то приезжает к наш город, пожалуйста, тоже знал, что здесь можно приехать и зарядиться. А планы, кстати, по другим регионам, Кострома, Вологда, Нижегородская область. Ну, в Костромской области у нас станция есть, в Шарье, там пока идет проектирование, там необходимо проводить полную реконструкцию, земельный участок там уже расширен, поэтому идет проектирование. Сроки проведения непосредственно самой реконструкции, но будут обсуждаться далее, уже на будущее, скажем так, в следующий, может быть, через год еще. В общем, удачной работы, такого светлого, бодрого взгляда в будущее, да? Да, спасибо большое. Да, спасибо, Рустам Садыков, вице-президент движения «Нефтепродукты». На этом завершаем нашу программу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Продолжение следует...